Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Бога, Господи, Господи. Так, на каком мы стихе-то остановились? Матфея, 6 глава, 14-15 стих. Ибо если вы будете прощать людям в согрешении их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям в согрешении их, то Отец ваш не простит вам в согрешении ваших. Толкование блаженного филакта. Опять научает нас быть незлопамятными. Об Отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого Отца, стыдясь его, не злобились подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство. Посему и запрещает нам быть таковыми. Ну, то есть, в принципе, понятно, да? Вот че наш тоже это все. Да. Прости нам, Галдинаш. Все, нажимаем нашу. Есть какие-то примеры, у кого нет? Ну, примеров много. Ну, непрощенность, я имею в виду. У кого-то когда-то, или у нас было у кого-то. Ну, она, как сказать, не то, что уверующая, вот, как вот говорят, как дети, да? То есть, они могут не прощать, но через час-два день прошло. То есть, чуть-чуть, то есть, ну, бывает, да? Просто уже, сколько времени у тебя надо продлиться. Ну, ты говоришь, год не могу. Да. Вот там. Так вот. И больше бывает. Но самое главное, чтобы просилось. Ну, да? Да. Даже не обязательно. То есть, попросить его не надо, прощения. А факт вам, ты можешь просто сказать? Диоретически, да? А внутри не прости. Смотри, есть примеры. Не сказал. Я с некоторыми людьми встречался. Подожди, я хотел еще что-то сказать. Нет. С некоторыми людьми встречался, которые сами об этом говорили. Например, мама была очень строгая. Ну, это для одной девочки, да? А она потом в юности уверовала. То есть, верующая, я считала, да, рождена свыше. И только спустя, сколько-то там уже, несколько лет, как я был с ним знаком, она говорит, что только она сейчас могла простить маму свою за эту строгость. А уже верующая, столько лет благовестница, то есть там все это вместе. И только сейчас она смогла мать простить. Вот так вот бывает даже. А вот у нее интервью в семье так. У нее дочь и сын. Дочь всегда говорит, «Мам, ты разве не помнишь, как мы хорошо жили? Как у нас все было хорошо?» А сын все время вспоминает только то, что было плохо. И вот такая дилемма. Я от одного баптиста слышал время. Ну, старался там сына верующей воспитывать. Всех детей они стараются. А сын уже подросток был. Ну, и как-то отпросился, можно я там с друзьями на вечер погуляю? Ну, да, только не до поздна. Мы посидим где-то там, все. Ну, отпустил, приходит домой, и от него алкоголь пахнет. Ну, и может быть, сигаретами, не помню. И он его два раза ударил. Отец. Отец. И говорит, «Это мне стоило 20 лет с ним общения». Он взял, ушел. От него. Через 20 лет только вернулся сюда. Ну, опять верующий стал. Там баптист. Вот так. Между прочим, я много протестантских фильмов видел. И везде вот эта вот, про скажет, тема. Вот эта прощенность, что дети не могут родить, никак простить. Вот у нас папа был, его боялась вся округа. Когда он выпивал, это страшные вещи. Он все разбивал у нас, окна, все у нас. Ничего, ни пальто, ничего. Я постарался детское оставить только. И вот что самое интересное, да? Мама на другой день ему говорит, «Все, я от тебя уйду». Тихонько так говорит. А мы. «Мам, не надо. Ну, не уходи. У нас же папа хороший». И вот вся деревня, когда мы хоронили папу, говорили, «У вас такой был остротец». Он называл нас тоже. Он трезвый был себя хороший. Но у нас не появилось никакого чувства обиды. Вот у меня. Вот одна любовь осталась. Ну, то есть мы разные все. Ну да, согласен. Матфея 6, глава 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Толкование. Поморочение лица есть принятие пасмурного вида. То есть, когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимает скорбный вид». Я все время один случай вспоминаю. Один брат с Урала там приводил пример, сам признался в этом потом. Он говорит, «Я на работе, говорит, краем уха услышал, там, начальствующий. Я своих, говорит, своих подчиненных услышал, говорит, «О, Володя, опять пост начался, опять злой ходит, на всех ручей». Я же направил этот пример в постах, вот этот милый вид». А он потом говорит, «Я читаю Исаия 57-ю, это главу, и там все это было в обличении, мне какой пост должен быть?» В начале всегда говорят, «Простимся, приятно постов». Да-да-да. Вот здесь смотри, что напускать на себя какой вид? Мрачное лицо. А напускать на себя наоборот веселый вид, тоже лицемерие? Да не сможешь. Долго не сможешь. Есть всякие актеришки. Да они к нам ни отношения не имеют. Они могут всю жизнь так делать. И потом, вы так, блядь, как Юрий Никуль, на «Заглубок». Потому что, вот пример, да говорю, правильно поставить. Не, ну, напускать на себя мрачный вид тоже. Или овощи, лица через 10 дней более красивее всех остальных. Сейчас библию понесу. Они не то, что не напускают, не мрачный, все. Просто просто видно. Мрачный вид на себя запускать тоже долго не сможешь. Понятно. И Саин хочет. Вот когда я первый раз постилась, я встретилась тут, одна женщина, наш бывший сосед. Это был Великий пост. Я ничего о посте не знала. И вот она мне идет и говорит, а ты куда идешь? Я говорю, так вот, мне просто идут, только я замужу. Я говорю, а вы теперь что-то подойдете? А я вот пошла с помидорками и огурцами, ведь сейчас Великий пост. Я говорю, да, а что это значит? Вот она мне рассказала, что такой Великий пост. Это вот сейчас кушать ничего нельзя, вот картошечку без масла, огурцы можно, и помидоры можно, и все такое. И я говорю, ааа, я так загорелась бы, я попробую. На второй день утром я стою, я целый день картошку, огурцы, помидоры свежие купила. У меня руки, ноги трясутся, как я хочу есть. Но я каким-то образом выдержала этот день, на третий день я наелась. Это был мой первый пост. Что делать? Вот. У меня легче постараться, потому что я уже до этого, как бы, Елена Гладычева рассказывала, всякие вот эти голодания, там чистки желудка, я опять без воды, потом я это все на практике проделал. Ну, голодание-то легко, когда ты без христа. Ну, а колбасуто... Просто как голодание. Колбасуто не есть. Я 12 килограмм, вот я был 66, и стал 52. Ну, правильно, я тоже так же... Потому что, что это не буду, то не буду, все, на овощах. И так полетнее, еще 14 килограмм. У меня подобный случай был, я тоже приехал, я, между прочим, ошибся, и Сайя не 57, а 58 было. Тоже к своим родственникам, там тетя приехала, дрова кого-то там была, березовые чурки, они такие там сучковатые. Я зашел с утра, говорю, тетя, мне ничего не давать, у меня сегодня постный день. Все, ничего не предлагайте. Пошел, пол телеги переколол, и что-то у меня это, при наклоне, это, по оборачению, в глазах, это раз, нормально будет. Я понял, все, пришел, говорю, простите меня, дайте мне чаю с куском хлеба, все, не хватило энергии. Прочитаю, Исаия, 58 глава. С третьего стиха. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете чашских трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы верма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое армо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь на голову, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твое пойдет перед тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из следы твое гермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодную душу твою, и напитая душу страдается. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Вот он дашь перечисление. На субботу идет. Вот мне интересно, там слова такие, умнятеных отпусти на свободу. А я же раньше тоже был в такой прелести, когда думал, вот там православная Россия, там царская Россия, империя, как хорошо, как православно. Думаю, умнятеных отпусти на свободу, а как это совместить? Там же было, крестьян закрепостили, они фактически рабами были. Их могли как скот, там рядом с собакой, вот собака продается, и девка крепостная. Там комоты, и крепостной мужик, и крестьяне. Могли семьи разбивать. Ты туда, дочь поедет, сын туда, родители туда. А потом, смотрю, вот эту голову прочитал, думаю, как же, вот эти дворяне, они же считались православными. И по закону каждый должен был минимум раз в год исповедоваться и причаститься. Это вот закон был государственным, то есть принудительным порядком. Как же они пустились-то? Вот написано, угнетенных отпусти на свободу. Никто никого не отпускал. И один раз царь Александр первый, издав указ, назывался о вольных хлебопашцах. То есть, по этому указу любой там дворянин, землевладелец, владелец перепастных крестьян мог отпустить, ну, вольную им дать, да? И потом посмотрел, а сколько же дало, действительно, сколько же воспользовалось этим. А поста четыре в год, и никто никого не отпускал. Четыре поста каждый год, никто никого не отпускает. Все причащаются, как положено, каждый год. И по этому указу отпустили, там, посмотрели, всего количество дворян, ноль целых, запятая ноль, там, ну, два, может быть, тысячи сотых процентов всего лишь отпустил. Один из них был какой-то там известный писатель, предок. Вот, и все. Вот тогда поймешь, египтян, почему не хотели они израильские, наоборот, и русские. И вот для Бога неважно, какие массы людей, 10 миллионов, 10 миллионов, 100 миллионов, 100 миллионов погибли. Для Бога не массы нужны, а нужны верные. Там, совершенно... И запрощим, насчет крепостных, у нас крепостные, а в Америке как называлось, с неграми у них там? Ну, просто рабство. Рабство было, да, то же самое, они тоже разбивали семью. С неграми сложнее, там гораздо грубее было, конечно, все-таки, тут какая-то защита там они могли добиться. Но все равно. И помните, у пророка Еремеи, это там 18 глава, такое, или 17 глава, есть такая история, что Господь сильно разгневался, из-за чего? Потому что и евреи, даже в Ветхом Завете, у них закон был. Браки продували. Если разорялся твой брат, иудей, ну, некуда ему идти, да, государство не помогает, никаких социальных не было, тогда ты его к себе возьми, пускай он у тебя работает, как наемник, ну, он считался твой раб. Но ты его обязан отпустить в седьмой год и в пятидесятый год. То есть, каждый седьмой год отпускали рабов, и каждый юбилейный пятидесятый год. И там написано, во-первых, негосподство над ними с жестокостью, ни о каком насилии там речь не может быть. Вот. Ну, там наказать мог и так далее. А дальше написано, когда ты отпускаешь, я отпускаю его с пустыми руками, но снабди его, отточил твоих там, от гумна твоего и так далее. Потому что, он говорит, за эти шесть лет он уже тебе отработал. Вот и все. Это в Ветхом Завете. А у нас в Новом Завете вот православная там, Русь, вот так вот православные торговали православными. Ну, понятно, что это Новый Завет. Вот. И они обязаны, обязаны были отпускать, а Господь в книге пророка Иеремии 17 глава, он говорит, он там сильно разгневался на идеях. Почему? Потому что они дали обет Богу, вот эти богатые там, рабовые, которые вот этих разорившихся братьев своих взяли там в рабство, они их не отпускали. И они дали обет Богу, все, мы отпускаем, потому что уже Новый Ходоросор окружил, все, мы сейчас там, город возьмем, они там раскаялись, отпустили, все, идите, идите. И Господь говорит, это вы хорошо сделали? Ну, брат, надеюсь, давайте. Ну, сейчас я, может быть, найду. Так, пошли, даже не в на пророке Иеремии. Нет, это 17-34, по-моему. Это какие-либо там. я могу своими словами так. Наверное, не найду. Вот. Если своими словами, он говорит, вы хорошо сделали вначале, что отпустили свои отработки, но то, что вы их, они потом отпустили, а потом их обратно, раз, там, с помощью государственной силы. Кстати, вот в книге, в фильме, вот, этот момент показан. И он говорит, ну, что вы сделали, говорит, и за то, что вы, говорит, лишили их свободы, я вас подвергаю свободы быть пораженным мечом. Ну, и вы будете там развеяны, рассеяны, разбиты и так далее. Давайте дальше продолжим. Матфея 6, глава 17, 18 стих. А ты, когда постичься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящим не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайну, воздаст ей явно. Толкование. Помазываться илием после умовения у древних было знаком радости. Так и ты, показывай себя радующимся. Но под елеем, разумеется, та же и милостыня. А под главой нашей Христос, которого должен умощать милостынями. А лицо умывать, значит, душу очищать и чувство омывать слезами. Это уже более духовный смысл. внутренний нашим. Все-таки радоваться посту. Радоваться, да. Я как-то мало отличаю пост от непоста. Может быть, потому что местные продукты или... Потому что строго не постимся. Нет, это, конечно. Нет, зачем строго. Есть же еще библейский пост. Нет, а что говорить, почему не отличает? Ну, если мясо не ешь, как бы... Ну, наравнице. Мясо не ешь, рыбу у меня вообще нет. Это когда можно рыбу веем, у меня ее нет. Это что, у меня только вот молоко входит, масло. Вот и все скоромное, да? Ну, у нас, в принципе, нет, у нас рыблейский нет. У нас есть пост библейский, да, первую неделю великого поста, там, задержание и в последнем кажется, тоже, да? Ну, нет, можно и в течение всего поста поститься. Да. Матфея 6, глава 19 по 21 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Толкование. И знавший болезнь чеславия напоследок говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для чеславия. Ну, то есть, посмотри, какой диван купил хороший. Да. Моргектарь, это это. Город житейства. Да, город житейства. Он показывает тщету земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Или воры качание. Вот. Потом, дабы кто не сказал, не все же крадут. Он говорит, хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что предаются заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души, потому что пекутся о вещах кленных и забывают Бога. Посему и говорит. Тогда что же стихи продолжаются. Есть, что добавить здесь? Ну, это вот вещь, конечно, она захватила, мне кажется, весь наш народ и все христианство. Все человечество. Все человечество, да. И тут подвержен каждый этому. Ну, вот, Игнать Тихонов чается не подвернул. Да, так у нас у всех много чайничного есть. Вот шторки вот висят, ну, они уже грязные, давайте поменяем их на новые хотя бы, да, постиранные. И начнется вот это вот. Нет, тут другое. Если вот ты у себя дома все время хочешь сделать, тут ты вроде хотел бы, а с другой стороны сделай, относись к человеку как хотел бы, чтобы к себе. Я хотел к себе шторки новые, давай балл повесим, стирай, повесим. Нет, я говорю по отношению к себе самому. Ну, много людей лишних, вот и у меня. Например, мы вот так обходимся, другой зайдет, скажет, ну что-то у вас забои, все грязные, давайте переклеим, все уберем. Ну, вот такое, возможно, не увидишь, как здесь. Это, например, как бы, вот на данный момент. Нам считали... Если посмотреть вот сейчас у наших православных, как они живут. Роскошество. Все. Все роскоши. Просто роскоши, поэтому нет молитвы, поэтому не изучают Библию. Это, я считаю, вот эта бич вообще современного православия. Бог специально, жизнь сложная, тяжелая. Геннадий Фадзе говорит, с коня можно упасть в обе стороны. А вторая сторона монашества. Мне больше не надо дорогие вещи. Я, смотри, по второму небу уходил. Мне больше не надо ничего. Ты посмотри, вот как я живу, а вы как? И вот, в другую крайность уходишь. Я все старым хожу, смотри, уже 7 лет уже и ничего. что-то. Что-то, 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 что-то. Передина. Это опять же твой внутренний числай. Пойду я вам, покажу, что-то. Одним словом, мне приносят родственные женщины, допустим, да, она не имеет ни дома, ничего. Она мне, я их много раз двое, мне от вещей избавляться надо, как и всем. Но она мне приносит и приносит. Да, вот померила ты это, вот это. Я говорю, откуда ты это берешь? Да мне дают. Я говорю, не надо мне, пожалуйста. То есть, это вот даже современные... Ну, зачем 3? Посмотрите в магазинах. Обуви, тряпок, просто... Я сказал, другим разом. Да. Страшно находить в магазин, не уходить. Останешься без денег. У меня был такой случай, что-то, я бы ездила, у меня три печки. Баня, летняя кухня и дома. Ну, просто трубаками. Я день, день сжигала, бараха просто сожгла. Всего сожгла. Потом еще больше накопишь. А потом, у меня опять началось, что-то там. Ну, у меня уже такого, конечно, не это. Как раньше, вон, библейские праздники жили, в те времена. Доктория. После Павла-то читаешь, как он там перечисляет, скитались по горам, ущельям. Вот скитайцы. Ко мне в деревню зашел один человек, ну, нормально, более-менее одетый, и большой рюкзак, и торчат иголки розальные. Вам не надо иголки? Я спрашиваю, сколько стоит? Он сказал, 11 рублей, что ли? Я думаю, что он с ума сошел? Иголки по 11 рублей продает, это носить нож, что на себе надо. Я говорю, ну, сколько вы хотите, чтобы я вас купила? Он говорит, ну, сколько хотите. А мне-то не надо иголки, они умерли. А теперь я думаю, я говорю, а вы не хотите покушать? Да, хочу. Я говорю, ну, давайте, раздевайтесь, лучше поедим. Потом я говорю, а вам не надо с собой взять, еды побольше? Деремен, все было у меня. Да, надо. Я с таким удовольствием его все это, я говорю, а иголки, это вот, я могу взять? Иголки не надо никакие иголки. Вот я не поняла вот про эти иголки его, конечно, да? Но он ушел довольный очень, слава богу. Дело в том, где там в Писании сказано, что некоторые приняли ангелов, то есть, это сами того не знают. Правда, еврея, да? Да, не конкурс. страна любви, не забывать. То есть, не просит покушать, хочет ли, если не нравится? Не просит там ничего? Был такой случай интересный, тоже, в моей практике. Я жил еще в своем доме, там, на Урале, что-то с работы приезжаю, смотрю, ворота открытые. Ну, как там, я обычно очень такую палочку вставлял, понять, что думает. захожу в ограду, сидят бабушка, пожилая, на чемоданах на каких-то там, сумки какие-то у нее, и от нее только запах идет, то есть, она под себя сходила, и меня это не помолвалось. Ну, это ладно, говорится. Я сразу внутренне помолился, аж, господи, а что мне делать-то с этим человеком-то? Как мне его? Выгонять там или что-то? Ну, я спросил, говорю, как вы здесь оказались? Он говорит, мы ехали из Екатеринбурга, там где-то не работали на кого-то, и нам, говорит, не заплатили деньги. Я говорю, докуда, хватило у нас денег, я, с сыном приехал. А то он слышал стон, сын там с похмелья лежит у меня в бане уже, на полке, и мучается бедно. Да я уж потом его увидел. Ну, что делать-то? Внутренне я про себя молюсь, вспомнил Матфея, 25-ю главу. Ага, понял, ответ, господи, слава тебе понял. Все, давай, иду, ладно, баню затоплю, порасспрашивал, паспорт они свои, показали паспорта, посмотрел, вроде без обмана. ночью я не помню, сейчас спал, я не спал, все-таки чужие люди, но я их, по крайней мере, покормил, все, чтобы она промокла. А на следующий день пошел в главе администрации, она говорит, у нас жить где-то негде, ну, здесь остановите, остановимся, если жили-либо. А она у меня знает, какая женщина-то. Пришел, за них привел, она с ними пообщалась, какой-то там заброшен дом и выделила, это на работу куда-то устроила, она там, пенсионерка, женщина, то есть, вот так вот сделать. Дальнейшем я там, заходил несколько раз, они там жили, то в раз, куда-то исчезли, то дальше пошли сразу, не знаю, то есть, непонятно, что, меня вообще-то удивило.